А сейчас к темам экономики и финансов. Курс доллара на московской межбанковской валютной бирже начал снижаться. Как отмечают эксперты, рубль дорожает на фоне сообщений о возможном возврате к обязательной продаже части валютной выручки экспортеров, а также после резкого повышения учетной ставки Центробанка. Какие действия регулятор предпринимет далее, расскажем в следующем материале выпуска. В всей стране еще памятны события весны прошлого года, когда Центробанк вынужден был взвинтить учетную ставку до рекордных 20%. Тогда курс доллара взлетел выше 100 рублей. Нынешним летом ситуация снова развивается по похожему сценарию. Поэтому регулятор опять прибегает к такой мере, повысив ставку до 12% годовых. Данный инструмент позволяет стабилизировать ситуацию, позволяет немножечко снизить темпы развития экономики, хотя это, конечно, отрицательный момент, но зато позволяет стабилизировать курс рубля и положительно повлиять на инфляцию. Понятно, что бизнес такому шагу никак не обрадовался. Увеличение ставки ЦБ означает удорожание банковских кредитов для предприятий и организаций. Осознавая это, в прошлом году Центробанк начал постепенное снижение ставки рефинансирования, доведя ее в итоге до 7,5%. Однако теперь совсем не факт, что события повторятся. Конечно, было бы неплохо, если бы ключевая ставка, вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, вернулась бы хотя бы на 8,5%. Но прогнозировать такой откат, еще раз повторяю, очень-очень тяжело. Заметное снижение учетной ставки возможно только при достижении планового показателя инфляции в 4%. Однако сейчас понятно, что это довольно оптимистичный прогноз.